Приветствую всех вас. Я, Александр Артамонов, автор нескольких книг, хотел сообщить вам, что теперь мои произведения можно читать не только в бумажном, печатном виде, но и в электронном на платформе delip.ru. Буду рад. Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую гостей, собравшихся в зале, в день в центре. Я приветствую тех, кто нас смотрит сейчас в прямой трансляции. Такие люди тоже есть. И приветствую тех, кто будет впоследствии смотреть это в записи. Сегодня мы записываем открытое интервью с очень интересным человеком, который я чуть позже представлю, но вначале два слова скажу о теме, которую мы сегодня хотим поднять. Так складывается в нашей стране, что всякий раз какие-то большие масштабные проблемы, какие-то катастрофы экономические, либо инфраструктурные, либо политические, социальные у нас случаются внезапно. То есть вот власть ничего ни о чем не подозревает, вдруг бац, и у нас то нет целый регион, а то и несколько регионов. И так всякий раз у нас происходит. Так же у нас было с Украиной, когда два посла Черномырдин и Зурабов заваливали просто весь этот процесс общения с той стороной. И просто-напросто специалисты говорили об этом, но просто-напросто мы подарили вот этот огромный регион западному миру, который сделал с умами людей, которые там живут, сами знаете что. И вот сейчас назревает очередная такая глобальная, ну не глобальная, но очень масштабная, огромная проблема, которая коснется каждого из нас. Эта проблема называется, если образно, долговой пузырь. Или проблема невозвратных кредитов. Люди берут и берут и берут кредит, мы практически все с вами покупаем, холодильники и стиральные машины, мы про простые люди, практически все покупают в кредит, и рано или поздно настанет время, когда кредиты эти не будут возвращаться, и произойдет реакция всеобщих неуплат. Вот эту проблему, ее уже видят специалисты, о ней говорят, но пока она не грянула, никто, в общем-то, и не чешется. Так же примерно, как и с наводнениями. Сегодня у нас в гостях общественный деятель, юрист, председатель общественной организации «Правсоюз столица», автор оригинальной методики избавления от долгов на законных основаниях Максим Шилов. Максим Валерьевич, какие цифры нужно знать нашим зрителям, чтобы понимать масштаб назревающей проблемы? Всех приветствую и скажу буквально несколько цифр. Друзья, на самом деле проблема обществом недооценивается, и мы сейчас в ситуации той лягушки, которую, скажем так, медленно варят. И вот буквально семь цифр, которые не оставят равнодушным никого. Вот смотрите, по сообщению ТАСС, уже на 1 ноября прошлого 23 года более 47 миллионов россиян взяли кредит, только с оговорочкой «третий кредит». То есть это уже на фазе невозврата находится. Вторая цифра – это по сообщению портала Банки.ру. 23 миллиона россиян – счастливые в кавычках обладатели кредитных карт. Далее, по данным газеты «Московский комсомолец», третья цифра уже в суммах. То есть долги граждан банкам – это 35 триллионов рублей, друзья мои. А это уже второй бюджет нашей страны. И следующая цифра. Вот, как говорится в исследовании, подготовленном Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств, сокращенно СРО НАПКО, которое выполнено для российской газеты, каждый пятый заемщик уже допускает систематические просрочки платежа, и около 10 миллионов человек уже не справляется с обслуживанием долга. Ну и, наконец, последние две цифры. По данным канала «Адвокатская чтива», к концу марта 2024 года приставы возбудили более 15 миллионов исполнительных производств, в том числе из-за которых более 7, около 7 миллионов россиян не смогли выехать за рубеж. Ну и последнее. Соответственно, итогов подводит регулятор, так называемый Центробанк. И вот по его данным, размер долга по потребительскому кредиту уже вплотную подобрался к миллиону рублей, а по ипотеке к 4 миллионам рублей. Таким образом, мы сейчас ведем речь не о какой-то проблеме, а я бы сказал уже формат национальной катастрофы. Я бы так ее обозначил. Это при всем при том, друзья, что подпирает эти долги уже триллион рублей долга по ЖКХ. Если быть точным, уже за 800 миллиардов перекатилась и эта сумма. Так что вот выводы какие у нас, ребята. Чем же это грозит, собственно говоря? Ну хорошо, люди закредитованные. Вот тут я специально посвятил, скажем, половину вечера изучению вот этой самой аналитики. И что, друзья, важно понимать? Опять же, всего две цифры. Смотрите, есть такое понятие, как иметь долг и обслуживать его. Что, как говорят в Одессе, организует две большие разницы. И что здесь важно понимать? Что мы берем следующее понятие, так называемый совокупный долг домохозяйства по отношению к валому продукту. В стране иконе, скажем, капитализма в Швейцарии это 122% это соотношение составляет, а в России, скажем так, 22, на 22 до 25. Это значит два главных факта. Швейцарцу повезло иметь на порядок более низкую процентную ставку, то есть не 15, а полтора процента всего, и, соответственно, на порядок больший объем накоплений, который как раз и позволяет ему успешно обслуживать тот самый долг. Вот в чем нюанс. Что касается международной практики, то уместно, я думаю, будет поговорить и о той международной практике, которая сложилась в гашении так называемых кредитных обязательств. И, кстати, недавно мы общались с человеком, которым, в кавычках, посчастливилось 20 еще лет назад в Польше поработать коллектором, который вышибал эти самые кредитные долги. И там ситуация так до сих пор, скажем так, и не выровнялась. До сих пор. То есть даже страна уже, скажем, капиталистического мира, в некоторых моментах нам противостоящая, вот, они эту проблему не побороли. И, собственно говоря, там свирепствуют и коллекторы, которые взыскивают долги по кредитам, и по займам, что еще более немаловажно. Вот вкратце так. Мы имели схлопывание кредитного пузыря, наблюдали его воочию и даже ощутили его последствия на собственной шкуре, как говорится, в 2008-2009 годах, когда кредитный пузырь лопнул в Соединенных Штатах Америки. Там это называлось кредитная пирамида, разрушилась. Мы помним, что весь мир трясло так долго и так сильно, что даже у нас в стране был страшный обвал. Есть какие-то сходства с тем пузырем, который в Соединенных Штатах тогда надулся и лопнул, и с тем, что назревает у нас? Здесь нужно понимать еще два-три основных момента. И первый из них в том, так называемая погода, когда говорят, ну, раз, говорит, в Москве дождь, ты к нам докатиться через пару дней, да? Так и здесь докатывается он через не пару дней, но уже через пару лет, как и получилось, если мы помним, с тем самым кризисом США, который до нас докатился к 2010-2011 году. И, собственно говоря, по некоторым параметрам мы до сих пор не вернулись к тем докризисным позициям. Но меня интересовало то, как это случилось, а главное, почему. И что из того, что случилось там, с той стороны лужи, как говорят некоторые люди в Кремле, и чем это грозит нам? Итак, вот специально поднял данные аналитиков, которые сведены в некоторые отчеты. И вот, допустим, эксперты РБК сходятся во мнении, что тот самый финансовый кризис 2007-2008 годов, также известный, как, если правильно называть, кризис субстандартного ипотечного кредитования или Великая Рецессия. И начался он в США с коллапса на рынке недвижимости. Но последствия этого кризиса, который проявляется в виде краха ряда крупных инвестиционных и коммерческих банков и сразу и ипотечных кредиторов, и страховых компаний, которые тоже оказались под ударом, вот, а это уже угрожало разрушить полностью международную финансовую систему. Ну и пара слов о том, что это, какие параметры это вызвали, и, собственно, как это все разворачивалось. В хронологии вопроса, ФРС, всем известная США, в период с мая 2000 по декабрь 2001 года, что делает? Вчетверо роняет ставку по федеральным фондам с 6,5% до 1,5%. В том числе и эти изменения позволяют обрадовавшимся банкам начать кредитовать и выдавать кредиты с населению с высокорисковыми, скажем так, параметрами. То есть выдавать как хитро, клиентам выдавать с так называемой плавающей кредитной ставкой, а также с условием возврата всей суммы в конце пользования кредитом, что в наших кредитных продуктах фактически не наблюдалось. Но что дальше происходит? Мы помним с вами 2000-2001, то есть сколько закипала кастрюлька. В 2004 году, с июня 2004 года по июнь 2006, два года, это же ФРС пообратно повышает ставку с 1,5% до 5,3%. И это приводит моментально к большому числу дефолтов у субстандартных так называемых заемщиков, так как называют высокорисковых, у которых, соответственно, были эти ипотечные кредиты именно с плавающей ставкой. Но цены на жилье в тот момент достигают пика и начинают падать. И вот тут, что называется, два мальчика на детской площадке начали стремительно съезжать сразу с двух горок. То есть моментально скорость усилилась, и, собственно, все вот эти вот кризисные моменты, они также усилились, что, собственно, и дало вот такой коллапс. Здесь важно понимать, что такое словосочетание, как МБС, это облигация, обеспеченная в основном ипотечными ценными бумагами. Вот это тот самый пузырь, который и лопнул. Чем это грозит конкретно нам? Ну, я так думаю. Вот по данным портала Дзен, с которым я, собственно, согласен, самую большую обеспокоенность ЦБ вызывает главный факт. На сегодняшний день мы продолжаем говорить только о цифрах, фактах и доказательствах. Половина залоговых кредитов ипотечных, читай, да, и четверть потребительских выдано заемщикам с запредельным уровнем долговой нагрузки. 80 плюс. И 80 плюс – это, слава богу, не возраст, но это копейки. То есть с одного рубля заемщик уже отдает 80 копеек своим кредиторам. А это грозит, ну, по моему мнению, обвалом банковского сектора, который за собой потянет обвал строительного рынка, соответственно, ипотечного рынка. А если вы помните, что некоторые государства, ну, наши, конечно же, нет, вы что, любят нагружать застройщиков возводить объекты инфраструктуры рядом со строящимися, собственно, их же объектами. Как то поликлиники, детские сады, школы и так далее. И тут, соответственно, если и застройщиков, что называется, обезжирят, так же обезжирится вокруг инфраструктура, которая, в общем-то, так и не будет создана. Максим Владимирович, вот я правильно понимаю, вот эта хитрая их формулировка – субстандартные заемщики, это так, если разобраться, нестандартные, да, заемщики. То есть есть некий стандарт заемщика, которому они выдавали кредит, да, ну, надежный заемщик, который точно даст. И такие субстандартные, как бы подстандартные, которым выдают, но они не очень-то надежные. И если смотреть на наших вот этих 80+, то есть те люди, которые уже… правильно понимаешь, что 80% своих доходов люди уже платят по кредитам? Ну, здесь я бы так не сказал, я бы сказал так, что это 80 копеек всех платежей. То есть, грубо говоря, это и кредиты, и займы, и квартплата, ЖКХ. Это там антенка, это там спутник, это интернет. То есть совокупные затраты уже 80+. И таким клиентам банки сейчас навыдавали, вернемся к первой цифре, уже четвертый кредит. Ну, куда? Ну, получается что? Что эти самые люди из категории 80+, это тоже самая субстандартная категория заемщиков. Которая в США и рванула. А нужно разобраться еще с английским языком и с его приставками. Вот приставка суп – это не суповой набор, а в английском языке, заканчивающийся на би, это приставка под. То есть ниже стандартного, не дотягивающего до стандартного. Как ходила тогда шутка 20 лет назад в Америке, говорит, ну, нужно же как-то обозвать новых заемщиков-беженцев из Мексики. Вот так. Ну, хорошо, вот представим себе, часть зрителей, которые нас сейчас смотрят, они примеряют это на себя и думают, ну, вот у меня кредитов нет, допустим. Или кредит есть, но небольшой, это вот я в эту категорию попадаю, я Сбербанку плачу, там, 8 тысяч в месяц, и нормально. Казалось бы, от меня здесь ничего не зависит, это не моя проблема. Она меня, вот, честно говоря, вы говорите, а я умом понимаю, что, что назревает что-то страшное, но сердце пока не откликается. Кредитов нет у большинства, у многих людей кредитов нет, а у большей части они есть, но люди их платят. И как бы проблема не видна. Вот что с этим делать? Ну, здесь нужно понимать такую вещь, что, пометуя про все, скажем, кризисы, которые были не только в Штатах, а в Европе, в прошлом, позапрошлом, позапрошлом веках и так далее, то есть все-таки банкиры решили как-то подстраховаться. И здесь уместен анекдот тех самых новых русских бабок, когда одна, так сказать, пенсионерка спрашивает второй, Никодимовна, а ты зачем купила второй ежедневник? Ответ поражает находчивостью. А я туда записываю, куда положила первый. Так вот, чтобы не заблудиться в этих своих ежедневниках, банки создали так называемое Бюро кредитных историй, БКИ. И уже скоро 20-летний юбилей справит так называемое НБКИ, это организация, которая претендует на звание федеральной, ну или называет себя Национальное Бюро кредитных историй, куда как раз стекаются все данные, вся твоя, скажем так, история кредитной болезни. И вот до тех пор, пока человек туда, так сказать, не окунулся, не посмотрел, вот, соответственно, он не может говорить, что у меня нет кредитов. И, к сожалению, я опять не хочу пугать людей, но я хочу их сейчас вооружить теми, скажем, советами дельными и тем знанием, которое позволит избежать проблем. Вот смотрите, я специально взял несколько выписок из НБКИ, то есть НБКИ, это тетрадочка, в общем-то, заверенная синей живой печатью, если вы приходите в офис этого агентства, да, бюро. И вот именно в этой выписке оказалось, что по нашему доверителю Николаю из города Пятигорска, который переехал в Москву буквально пять лет назад, у него десятилетней давности кредиты, которые были уже просужены, оказались уступлены, внимание, организациям, расположенных на Сейшельских островах, Маршаловых, Командорских и так далее. Причем по организациям, чьи названия пишутся строго латиницей и сведения, которых не пробиваются в системе налогового учета Российской Федерации. Николай тут же написал заявление в соответствующие правоохранительные органы. Вот что касается одного из примеров. То есть он уже выплатил свои кредиты? Он не то что выплатил, там был смешанный вариант, что часть задолженности с него взыскана судом. Он фактически оказался не юридическим, а фактическим банкротом. То есть он просто не в состоянии исполнять решения судов. Но взыскатели так и не подали на него заявление на банкротство. Но в этой ситуации оказывается, что кто-то за его спиной, без получения определения судов о процессуальном правоприемстве, потому что если присудили в пользу Сбербанка, тут уже, извините, вот этот суд и должен переприсуживать. Если Сбербанк уже после суда решил перепродать это кому-то из коллекторов или другому юридическому, и даже физическому лицу, кстати. Этого всего нет. Вот вам живой конкретный пример. Второй пример. Получается, что нет худа без добра. Многих сейчас вызывает сомнения так называемая цифровизация, но что называется, опять же, нет худа без добра. Можно получить на портале тех же госуслуг выборку по всем тем БКИ и НБКИ, по тем бюро кредитных историй, где попала информация о тебе с 2006 года, вот эта история кредитной болезни. И уже тогда, что называется, три в одном. И рентген, и МРТ, и КТ получить, как говорится, в одном флаконе. Кроме того, что еще интересно, появилась другая организация, это федеральный ресурс. И этот федресурс, вы можете найти о нем данные в сети, он с 2020 года обязался ввести учет базы данных по уступкам право требования. Когда, соответственно, право требования уступается, ну, как стандартная процедура от банка, коллектору, другому юрлицу или даже физическому лицу. И вот сегодня здесь, кстати, у нас присутствует Дмитрий, Дмитрий Вячеславович, бдительность которого вместе с потугами вашего покорного слуги привели к тому, что удалось одержать победу над одним из банков в Таганском районном суде города Москвы. Ситуация проста, и снова три цифры и три даты. В сентябре 2023 года банк подает в суд на Дмитрия. Но Дмитрий тут же требует, чтобы предоставили оригиналы, банк отказывает ему в этом. И суду, что еще более важно. Оригиналы чего? Оригиналы кредитного договора. И оригиналы первичных финансовых документов, которые доказывают, что кредит выдавался. Подтвердите, что вы дали этому человеку кредит. Ну, естественно. То есть все похоже до боли на уголок потребителя в любом магазине. Вот свидетельство, вот лицензия, вот право на торговлю, вот все остальные моменты. Ну и чек, который тебе дали на кассе пятерочки. Дайте, пожалуйста, чек и покажите уголок потребителя. Уважаемый банк. Банк, естественно, это все не показывает. И мало того, за спиной Дмитрия и суда устраивает, иначе как пакость не назовешь. И в декабре того же 2023 года уступает право требования Национальному коллекторскому бюро, назовем так. При этом мы с Дмитрием бьем тревогу и уже в зале суда заявляем и до этого письменно направляем ходатайство о том, чтобы суд это учел и отказал банку, который добровольно сам отказался требовать этот долг, уступив его другому. А тот другой так и не обозначился в суде. Ну и после вот этих уже усилий суд вынужден был встать на нашу сторону и решение мы дорогим нашим коллегам предъявим буквально через неделю. Это был второй момент по вот этим бюро кредитных историй. Ну и, соответственно, здесь самая ближайшая, скажем, ассоциация с медициной. Ребята, мы можем очень здорово выглядеть, но результаты анализов говорят несколько о другой информации. Поэтому я вас всех ориентирую, что это нужно делать, тем более, что это можно делать два раза в год абсолютно безоплатно. И вы можете лично прийти в это самое бюро кредитных историй, получить тетрадку со своей историей кредитной болезни с 2006 года. Вот. И также получить это из личных кабинетов. Еще один важный момент, смотрите. Огромное количество людей пострадало от своего незнания еще и по-другому. Да, они думают, что у них нет кредитов. И вполне вероятно их нет. Но здесь, почему тетрадка толстая, кредитов всего 4, а листочков 44. Здесь отражается информация и о том, как вы пытались взять кредиты. И Дмитрию, допустим, звонит банк. Говорит, уважаемый Дмитрий Вячеславович, сейчас карточку вам принесем, тысяч на 300. Вы готовы принять и подписать документы? А Дмитрий Вячеславович говорит, да не хотелось бы, уважаемый банк. Да, хорошо, спасибо, до свидания. И банк об этом отправляет данные Бюро кредитных историй о том, что это не Дмитрий Вячеславович сказал, до свидания, банк. Отказал Дмитрия Вячеславовича в кредите. И таким образом человек, который нигде не брал кредиты, имеет испорченную кредитную историю по вине банков. Вернее, их, скажем, нерадивых сотрудников, оговоримся. Итак, получается, что до тех пор, пока человек не получил вот эту справку о себе в Бюро кредитных историй, он, в общем-то, и не может быть уверенным в том, что кредитов у него нет. Бывали, есть же случаи, я знаю, кстати, один случай, когда человек говорит, я никогда в жизни ничего не брал, а потом обнаружил, что на меня взяли полтора миллиона. Вот недавняя совсем история, недавний разговор. Взламывали у него аккаунт на госуслугах. И пока он там, видимо, как я предполагаю, был несколько в задумчивом состоянии долгое время, у него вот таким образом, на него, точнее, повесили кредит полтора миллиона, который пенсионеру отдать не в состоянии. Еще один важный нюанс, пятый, который в заключении хотелось бы отметить. Мы можем использовать эти же самые данные НБКИ как доказательство своей невиновности. Раз. И как факт того, что банк себя ведет некрасиво и как минимум совершает подлог-фальсификацию доказательств в суде. Как? Дело в том, что еще с 15-го года в НБКИ, БКИ и прочих бюро их обязали учитывать все произведенные платежи. И если, как вчера нам сообщила Татьяна по телефону, ей вменяются долги 2009 года, то, извините, по вот этой выписке, которую она взяла, все платежи закончились в 2011-м. А, соответственно, срок исковой давности, три года, уже истек. И принеся эту самую выписку, тетрадочку в суде и ходатайствуя об ее приобщении к материалам дела, и передав оригинал на обозрение суда, человек добивается победы. Вот так, друзья мои. Ну, это мы переходим уже к тому, как это делать, но чуть позже к этому подойдем. Сейчас я еще хочу вот что обсудить. Хорошо, огромное количество закредитованных, огромное число закредитованных людей в нашей стране. Кстати, для меня новость, что наши долги могут продавать частным лицам. Это я вот сейчас услышал, и я в шоке. То есть, если есть богатый человек, а у бедного человека есть долги невозвратные, то его долги могут продать частному лицу, и он будет иметь право как поводком дергать этого человека. То есть мы в какое-то крепостное право так можем вернуться. Я не перестаю удивляться хитрости и цинизму лиц, которые себя интересуют и именуют банкирами зачастую. В чем нюанс? Это история 2016 года, когда к нам обратился пострадавший, пострадавшая, работавшая поваром в городе Пятигорске в одном из санаториев, на которую подали в суд, и как раз физическое лицо стало якобы обладателем право требования с нее кредита. Но нюансов было три. Во-первых, это лицо оказалось инвалидом, и, соответственно, оно, это лицо, не платило пошлину суды, и, соответственно, этим лицом манипулировали, как оказалось. И оно же, это лицо, оказалось тестем начальника одного из кредитных отделов, одного из крупных коммерческих банков города Ростова. Вот был в чем нюанс. К справедливости, той самой справедливости, на страже которой стояла судья Пятигорского суда, развернули дело из Москвы и передали в Пятигорск. И Пятигорск уже рассмотрел это все, скажем так, по нормам закона. И, в общем-то, освободил нашу, так сказать, нашего повара от вот этой неприятной кредитной пищи. Ну, это факт коррупции просто. А я-то говорю о том, что вполне все законно люди могут делать. То есть некий богатый человек на основании того, что это разрешено в нашей стране, просто покупает долги людей, и люди ему становятся должны. Это же дичь какая-то. Это дичь... Но это никто не обращает внимания. Я впервые... Я политический журналист со стажем там больше 15 лет. Но я впервые об этом слышу. Но здесь вот в том-то и дело, друзья, мы начали с фразой о том, что опасность вот этой закредитованности обществом недооценивается. А почему сейчас мимо ушей журналиста пролетела цифра 50 миллионов человек закредитованных, а это на секундочку каждый третий уже? Это с учетом того, что у нас еще 150 миллионов. Ну, то есть треть населения страны уже под угрозой. Вот в чем дело. И, кстати, насчет физических лиц. До 2012 года судебная практика говорит о том, что не было такого основания. Запрещалось это все делать. А потом с 2012 года пошла вот эта вот юридическо-физическая свистопляска. Ну, смотрите. Хорошо. Я в последнее время часто слышал, что активную пропагандистскую кампанию даже государство санкционировало в пользу того, чтобы люди проходили процедуру банкротства. Ну, раз вы не можете отдать долги, пожалуйста, вот банкройтесь. Это как бы недорого стоит. И множество организаций сейчас на этой ниве подвязаются. То есть даже мне звонили и говорили, что у вас вот кредит там проблемный. Вот мы осуществляем процедуру банкротства. Я сказал, спасибо, я буду платить. В чем тогда проблема? Ну, вот 50 миллионов закредитованных. Почему бы им не пойти всем и не обанкротиться, раз они не могут платить? Здесь нужно понимать сразу, ну, как минимум, там, не 10, а, наверное, там, 20, 25, 30 моментов, на которые мы, в принципе, не сможем остановиться в рамках этого интервью, но 3-4 мы затронем. И так первое. То есть банкротство – это абсолютно не выход. Мы ни в коем случае за это не ратуем и к этому не призываем. Первая же причина. Практически 10 лет назад, с 2015 года, стало возможным, ну, уже вошло в практику, само это самое разрешение – банкротиться физическим лицам. И первое, что мы увидели тогда, находясь и проживая в Северокавказском регионе, гигантский уровень непрофессионализма этих самых посреднических структур, а зачастую и арбитражных конкурсных управляющих, еще вчера работавших, скажем так, мягко говоря, не по профилю. И нужно понимать, что вкупе, когда одно лекарство еще и душит второе, вот тот самый случай, когда еще на этот непрофессионализм еще и накладывается ответственность и, скажем, нормы законодательства, которые работают с тобой как с тоннелем – ни влево, ни вправо. О чем я? Дело в том, что если вот эти самые твои посредники не так качественно подготовили документы в арбитражный суд для подачи заявлений на банкротство, и этот арбитражный суд тебя развернул, то повторно постучаться в двери высокого суда ты сможешь только через три года. А за это время все кредиторы просудятся. Вот нюансы в чем. Кроме того, само пятно вот этого банкротства, я считаю, что оно накладывает определенную, скажем так, тень бросает на добропорядочность, на, скажем так, финансовую устойчивость человека и так далее. И кроме того, скажем так, наши люди не привыкли выставлять какие-то грязные пеленки на публике, и это противоречит всячески, если хотите, нашим национальным кодам. Пусть даже так будет это сказано. Кроме того, друзья мои, после того, как разрешили банкротиться уже не через суд, а через МФЦ, я бы поостерегся делать далеко идущие выводы, но, с другой стороны, рекомендовал бы вам, как тафемида, взвесить на чашках весов два факта. С одной стороны, вас приглашают банкротиться и обещают списание всех долгов, а с другой стороны, то есть самой второй, о которой мы сегодня поговорим подробнее, выясняется, что этого долга нет. И банк не может доказать ни факт подписания вами кредитного договора, ни перечисления денежных средств. Так что ж, мы идем дутый долг с вами узаканивать в процедуре банкротства? Думаю, что не стоит. Ну, то есть не стоит раньше времени банкротиться, нужно еще посмотреть, вообще имеет ли право банк с вас это взыскивать. По крайней мере, в случае с теми людьми, кредиты, на которых взяли третьи лица и не уведомив их. Ну, то есть на человека повесили какие-то кредиты, и человек, он их не брал, но на нем они висят, и человек говорит, так иди банкротиться. И получается, что он кредит не брал, и с фактом своего банкротства он признает, что он их брал. Это же неправильно. Поначалу нужно попытаться как-то отбиться сначала. Пометочка еще одна в этой ситуации, которую вы описываете, там еще и 35-я статья Уголовного кодекса «Пособничество и, собственно, соучастие преступлений» включается, понимаете? То есть он фактически соучаствует тем мошенникам, которые за его спиной оформили, со стороны, скажем, этой мошеннической группы граждан. Он также соучаствует в той группе мошенников, без участия которых уже нерадивых сотрудников банка это бы не случилось. И обеим группам еще туда сам входит своими действиями, полностью потворствуя им. И еще помогает этому же самому банку списать эту самую неудобную задолженность со своих счетов. И отмыть, скажем так, вполне вероятно, не совсем законные финансовые средства в той самой стиральной машине, которая становится сам, не зная того. Ну вот подумайте. Максим Владимирович, ну кому-то же все-таки выгодна процедура банкротства, кому-то же она нужна? Да. И когда я говорил о границе 15-го года, 14-го, 15-го года, нам посчастливилось встретить арбитражного и конкурсного управляющего, профессионального банкира, финансиста, юриста, экономиста с опытом работы более четверти века в этом профиле. И тогда уже стало понятно, что банкротство, например, это фактически счастливое избавление тех горемых предпринимателей, которые, не просчитав все предпринимательские риски, учредили бизнес, набрали кредитов, думали, что дело пойдет, но оно не пошло. И вот для таких категорий, да, это действительно избавление, потому что фактически получается, что да, он хотел как лучше. Ну, то есть ИПшник не потянул бизнес. Да. История очень часто. И чтобы этому ИПшнику уйти от других ИП, исполнительного производства, вот есть процедура Б, банкротство. А частным лицам, физикам? То же самое. То есть это касается того момента, когда фактически приходится закрывать ИП, и он становится физическим лицом. И у людей без ИП. Вот у человека много долгов. Вот для какого-то, какой-то категории людей все-таки это может быть выгодно? Может быть выгодно. И вот сейчас один из наших доверителей такую процедуру рассматривает. Но там мы с вами об этом поговорим, обсуждая рецепты избавления от кредитного ЕРМА. Вот там как раз индивидуальный подход к человеку. В чем нюанс? Получается так, что в силу обстоятельств, которыми он не руководил, скажем так, это не получение почтовой корреспонденции, он, в общем-то, стал участником нескольких судебных процессов, где против него судились кредиторы по долгам о наследовании. То есть он фактически унаследовал, как говорится, кредитный рюкзак. Кроме, скажем так, дома машины чего-то еще и вот такой вот рюкзак долгов на него навесили потом. А все это переиграть и обжаловать решение судов уже будет не совсем возможно. Так, по крайней мере, считают его юристы. Мы еще своего, кстати, слова не сказали. И в этой ситуации, да, один из вариантов банкротится. Но опять же с учетом того, чтобы предметно понимать, а какие из активов попадут в конкурсную массу? Машина, квартира, что попадет? А, то есть процедура банкротства, она же предполагает... И сопряжена с изъятием этих... Что часть твоих активов будет изъята. Изъята? Мало того... Сидите, банкротитесь, если квартира ваша, как машина, разбирайтесь сами. Если вы еще хватило у вас ума в этой самой кредитной трехлетней болезни еще уступить какой-то актив, куму, зятю, свату, брату, назовем так, то еще арбитражный конкурсный управляющий вместе с судьей это поломает, вернет имущество на баланс должника и пустит его на торгах. Признает сделку ничтожной, как говорится. Естественно, да. Не все так просто. Ну, хорошо, время у нас поджимает. Давайте двигаться дальше. Давайте поговорим о том, что же вы предлагаете. Какие же вообще есть способы списания кредитов без процедуры банкротства? Ну, друзья, первое, что мы... Опять же, мы говорим первую голову. То есть бесплатные советы о бесплатных услугах, как говорится, можно делать пока горячо. И еще раз. Идем, получаем вот эту выписку из НБКИ. Кстати, на портале, который организован нашими коллегами, называется откредитов.ру, размещены сейчас все дельные советы, шаблоны документов и алгоритмы получения этой самой выписки из Бюро кредитных историй всеми, тремя-четырьмя вариантами, о чем мы говорили. Надо сказать, что и даже через нотариуса там лежит вариант, как это получить. Соответственно, это мы делаем в первую голову, в первую очередь. Далее, мы говорим сейчас о рецепте успеха, который будет всего из трех пунктов. Первый пункт как раз в том, что идет поиск тех самых моментов, в которых ошибся банк. Так как он предприниматель, несет предпринимательские риски, значит, извините, если он не смог доказать, те самые два нюанса вспоминаем, это доказательство подписания кредита и доказательство выдачи денежных средств по нему, то извините и простите, кредита не было. А здесь же сегодня присутствует один из наших доверителей, по которому было сделано заключение судебного эксперта по залоговому кредиту. И оказалось, что ни один документ, который предоставил банк, не соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области экономики, финансов, банковского дела, законодательства о защите прав потребителей. Как вам такой аспект? При этом уже прошли суды, но судья специалист в области права, но никак не в области бухгалтерии. И этими вещами суд пренебрег, что мы сейчас и попытаемся исправить. Соответственно, первый момент – это поиск вот этих самых слабых звеньев. Но мы сейчас ни в коем случае не должны говорить о вот этом потребительском вандализме и терроризме, о том явлении, которое стало широко распространено одно время в России, когда начался потребительский бум, когда корежили специально, подламывали бытовую технику, и вот потребители что-то потом высуживали с бедных продавцов и так далее. То самое опять западное веяние, когда огромным количеством исков заваливали крупные транснациональные корпорации, пытаясь заваливать. Ни в коем случае так делать нельзя. Но если так выходит, что банк еще ко всему совершил такие ошибки, кроме того, подписал кредитный договор сотрудник банка, который полномочий не имел. Ну, та же самая ситуация. Вы приходите покупать дом, а там не Вася, а Петя. И доверенности у него на получение денег нет. Ну, что мы там пойдем покупать, друзья мои? Та же самая ситуация. Второй аспект. Так, так, первый все-таки. Первый аспект – это поиск слабых мест в документации банков. Конечно. Банк не всегда может доказать, что он кредит, собственно, давал. И много совершал нарушений при оформлении документов. Совокупность которых дает возможность не платить. От кредита отбиться. Да. Это интересно. В рамках закона, в рамках суда. Так, дальше. Это первый аспект, о чем мы говорили. Второй аспект заключается в том, что те самые активы, о которых мы говорили, которые могут попасть в конкурсную массу при банкротстве, тоже эти активы. Соответственно, человек, который не совсем обдуманно подошел к вопросу получения кредитов, те самые активы, он должен все-таки о них побеспокоиться. И вот на одном из собраний, мы недавно это обсуждали, даже та дама многодетная, которая оказалась обременена кредитными обязательствами и уже просуженными, сумела, дойдя до Верховного суда, отстоять свое право, как многодетная мама, пользоваться своим единственным микроавтобусом, который как раз она использует для частного извоза с утра детишек, а с вечера таксовых людишек. Соответственно, занимаясь извозом частным, как таксист. И Верховный суд встал на ее сторону. То есть вот это второй момент, которым нужно заниматься, защищая свои активы. И третий вопрос, он, конечно, обязателен также, и здесь нужно об этом специально, конкретно сказать. Дело в том, что огромное количество людей вообще не понимают и даже в мыслях не допускают саму возможность побеждать банк в суде. Его там в суд ходить надо, побеждать этот банк надо, добиваться своих прав надо. Вот вкратце об этих трех моментах, о которых мы говорили. Кстати, на этом же сайте должна на днях появиться форма заявки. Каким образом там оставить заявку, чтобы вас на первом же, на первых порах безоплатно проконсультировали как раз о вот этих вот возможностях, какие имеются. Вот вкратце о тех моментах. Но еще стоит сказать и о том, что мы всю эту методику, когда представили о том, что у нас методика есть, да, мы ее изложили в книге «Раскредитация», которая на сегодняшний день с 20-го года, начавшись с 15 страниц, сейчас перевалила за 515, грубо говоря. И также я являюсь автором пособия «100 побед над банками», где я изложил в том числе и свои победы, и анализ, почему, собственно, удалось победить банки в этих судах. Отдельно обращая внимание, друзья, мы не говорили и в втором моменте, который многократно страшнее даже, чем банки. То есть микрофинансовые организации. И если мы говорим о 15-20% кредитной ставки, то микрофинансовая организация – это 215, 1 215, 2215% годовых. И это все до зарплаты. Вы понимаете, что это угроза того, что бомжами станет не 50, а 150 миллионов граждан. А они кредиты все обеспечивают, то есть под залог? Нет, это займы, микрозаймы. Но они пытаются как раз самую социально незащищенную когорту атаковать, а это как раз бюджетники. Вот вкратце по той, скажем так, обзорной ситуации, какая есть по кредитам и по тем тропочкам успеха, как из этого всего выбегать, выбираться. Давайте резюмируем на данный момент. Для того, чтобы человек определил, есть у него кредит или нет, ему нужно получить справку из Национального бюро кредитных историй. Выписку из кредитной истории. Если он видит, что кредиты у него есть, ну, либо он, во-первых, в любом случае, есть у него кредит или нет, он должен понимать всю картину, да, то есть как история болезни. Конечно. Это понятно. После этого, если он решил для себя, что он не хочет проходить процедуру банкротства, вот я, например, не хочу проходить процедуру, я не хочу, чтобы на мне стояло клеймо банкрота, потому что я выяснил, что в определенных аналогах это будет храниться вечно, эта пометочка. Я просто не хочу. Мы сейчас живем в обществе, где стремительно входит в оборот так называемый социальный рейтинг. Мы знаем, на Западе уже Клаус Шваб проповедует подобный подход. В Китае вообще это просто внедряется уже, правительство внедряет социальный рейтинг. Думаю, что и у нас через какое-то время социальный рейтинг тоже войдет в обиход. В том или ином виде, может быть, даже и в неявном, в негласном, где-то в Росреестре будет прописано, будет стоять штампик, что человек банкротом был, и уже на нем определенная печать. Я не хочу, чтобы на ней эта печать была. Итак, человек не хочет, чтобы он был банкротом, он получил выписку из НБКИ, и он понял всю свою историю закредитованности. Дальше он идет по одному из вот этих путей. Либо он судится с банком. И подготовительные процедуры, мы о которых не сказали, то есть уже в нашем, скажем так, портфеле 20 досудебных требований к этому банку, чтобы уже со всех сторон выкопать тот самый пенек с его 16 корешками, которые не дают развиваться нашему садовому участку. И запросы на прочие государственные органы, такие же, как, допустим, делает налоговая, перекрестно запрашивает двух контрагентов. А чем мы с вами хуже? Мы также запрашиваем налоговую, какие счета в каких банках у меня открыты. И именно поэтому недавно, так сказать, поймали за руку один из коммерческих банков в суде. Зеленого цвета банк бывает такой. И на основании чего? А то, чтобы принесли вот эти самые фальшивые документы, выписки по счету. А этот счет никогда человеку не открывался, как оказалось. И налоговая инспекция подтвердила это отдельным документом. В Центральный банк Российской Федерации мы запрашиваем о том, а что, какие документы должен нам банк показать. Пожалуйста, подскажите, разъясните, дайте инструкцию. Подскажите, пожалуйста, о том, какие документы являются доказательствами выдачи кредита, заключения кредитного договора и так далее. Дальше с СОДФУ есть такая структурка, служба финансово-полномоченного. Пожалуйста, расскажите, имеем ли мы право подать сразу в суд на банк без ваших, скажем так, услуг медиатора, то есть посредника, который попытается нас примирить с банком. Вот вся вот эта вот когорта мероприятия, она уже нами освоена и успешно внедряется. То есть, грубо говоря, есть определенный набор процедур, по которым человек подает определенные заявления в определенные инстанции и тем самым начинает процесс своего освобождения от кредитов. В том числе и в своей голове он узнает огромное количество подробностей о банках и об их не всегда чистоплотном поведении с потребителями финансовых услуг. Мы не успеваем поговорить сейчас о еще одной проблеме, это долги по ЖКХ, которую вы вначале упомянули, как от них избавляться. Но это тоже интересно, но все-таки кредиты волнуют большее число людей. Все-таки должников по ЖКХ как-то в окружении меньше, по моим, во всяком случае, наблюдениям. Максим Владимирович, в заключении, что бы должно было сделать государство для того, чтобы у нас эта катастрофа не случилась? Ведь если завтра начнутся вот эти банкротства людей, и людей начнут отнимать по договорам с банками их активы, квартиры, машины, дачи, имущество и прочее, это уже катастрофа, социальная катастрофа. А уж не говоря о том, как будет трясти экономику при этом. Ну вот банкротство, точнее, крах банка Лемон Бразер в США в 2009-2008 году – это показатель. Что же государству нужно сделать сейчас, чтобы это предотвратить? В первую очередь государству мы рекомендуем снять тот самый лозунг, который висит на пляже «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Нет, уважаемые господа, скажем так, принимающие решения в этой стране. Это наше с вами общее дело, и мы должны его решать сообща, и государство должно уделять этому вопросу внимание. Почему? Потому что если завтра уже будет не 50 миллионов банковских должников, а все 150, то государство никак себя, как государство, реализовать не сможет. Потому что какие бы социальные программы ты там ни внедрял, обо что их, извините, внедрять, если уже идет 80 плюс по каждому заемщику? То есть он уже 80 копеек с рубля, уважаемое государство, отдает не вам налогов и так далее, сколько у нас недоплата по налогам из-за этого, а в пользу других коммерческих организаций, которые как раз не сильно заинтересованы в существовании государства как такового, что как раз и показывают доклады Шваба на эту тему. И поэтому государство сейчас должно включить полностью свой ресурс административный и всячески препятствовать засилью вот этих самых банков, и всячески вставать на сторону граждан, своих граждан. Потому что вторая ситуация с мигрантами, которая сейчас активно начинает муссироваться, мы говорили сегодня о разнице юридических и физических лиц. Значит, у нас есть физические лица-мигранты, а это юридические лица-мигранты. Неизвестно откуда к нам пришедшие. В том числе немецкие, австрийские, прочие банки. Сейшельские. Сейшельские и так далее. Ну что ж, на этом пневмонистическое новое, друзья, разрешите завершить. Давайте поблагодарим гостя аплодисментами. Максим Шилов, юрист, правозащитник был в День Центра. Спасибо, до новых встреч. Приветствую всех вас. Я, Александр Артамонов, автор нескольких книг. Хотел сообщить вам, что теперь мои произведения можно читать не только в бумажном печатном виде, но и в электронном на платформе delip.ru. Буду рад. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok